И теперь в парке трудовой славы будет чем заняться детям всех возрастов, уверены городские власти. В День независимости там принял первых посетителей детский городок-крепость, а накануне Дня города открыли детский автодром, площадки для паркура и воркаута. Эта детская площадка с автодромом, настоящей разметкой и дорожными знаками. Ее планируют использовать для проведения уроков под открытым небом. Для учеников начальных классов в программе предусмотрено 10 часов изучения правил дорожного движения. Реконструкцию парка начали еще в 2012-м. С тех пор в несколько этапов удалось построить несколько объектов. Но самым масштабным после детской крепости стал, пожалуй, вот этот автогородок. Только лишь стратуальные плитки на этом участке выложены более 2,5 тысяч квадратных метров. Также подготовлено основой, выполнено асфальтное покрытие, установлены бордюры, более 70 дорожных знаков. То есть это достаточно серьезное количество дорожных знаков в целом для всего Рженкизовского района. И только их это количество установлено здесь. Также большой интерес у подростков и молодежи вызывает площадка для паркура и воркаута. Правда, покрытие в зоне с высокими снарядами оказалось вовсе не таким мягким для приземления, как рассчитывали. А на бетонных конструкциях надо ставить защиту для безопасности маленьких детей. В следующем году в парке планируют создать зону для активного отдыха детей от 8 до 12 лет между крепостью и площадкой для паркура. Таким образом, считают, детям всех возрастов будет чем заняться в парке трудовой славы.